Одно из последних заседаний законодательного собрания этого созыва чуть было не сорвалось из-за угрозы отсутствия куорума. Видимо, летний сезон сказывается. Спикер областного парламента Владимир Киселёв сказал, что только после его личного вмешательства в зале набралось необходимое количество депутатов и призвал коллег к дисциплинированности. Вот оказалось, что депутат от Гусь-Хрустального Виктор Шохрин пришёл на заседание, даже рискуя жизнью. Ещё рано утром он лежал в реанимации военного госпиталя. Народный избранник заявил, что его хотел убить велосипедист, когда он, ни о чём не подозревая, в выходной день на том же транспорте выехал на прогулку. Организованная преступная группа организовала очередное покушение на мою жизнь. Но, видимо, киллеру заплатили или не того наняли. Вас стреляли? То есть как всё это происходило? Нет, меня просто... Я ездил на велосипеде, и я ничего не помню. Я предполагаю, человек, который ехал параллельно, просто резко свернул, и я ковыркнулся, а дальше я ничего не могу сказать. Приехал в больницу, мне показались некие, у меня раскроенный череп и опухоль головного мозга. Врачи Гусевской больницы, по словам Виктора Шохлина, намеренно скрыли этот вопиющий факт от общественности. Из согласия родственников его перевезли в военный госпиталь во Владимир. Депутат даже упрекнул коллег, что за 10 дней его пребывания в реанимации никто не поинтересовался его здоровьем и не сообщил о преступлении в полицию. Поэтому он с тяжелой черепно-мозговой травмой решил сам прийти на заседание и попросить депутатов обратиться в ФСБ с просьбой провести проверку. Я вынужден был сегодня из реанимации уйти, откуда меня не отпускали, ни под каким предлогом. Вы сказали, что вас выгнали? Да, и меня в результате оттуда выгнали. Военные медики претензии Виктора Шохлина о выдворении его из лечебного учреждения считают, мягко говоря, необоснованными. Их тоже вызвали на заседание. Начмец главным реаниматологом поведали депутатам, что три часа безуспешно уговаривали Шохлина не покидать палату интенсивной терапии. И только после угрозы больного уйти на заседание ЗС в Нижнем Белье, позаботившись о имидже законодательной власти, отпустили пациента под расписку о добровольном отказе от лечения. В депутатском корпусе заявили, что впервые слышат о происшествии. Ни врачи, ни правоохранительные органы нам ничего не сообщили. Если это произошло 10 дней тому назад, и действительно было какое-то покушение, ну это зря на водоходящая ситуация. На всякий случай в Белый дом прибыла и бригада скорой помощи. В зал заседаний в срочном порядке вызвали представителей полиции и ФСБ. Правда, их приезд не добавил ясности в эту историю. Заявление в полицию Виктор Шохрин не писал. А с обязанностью врачей сообщить туда о травме представителя власти еще предстоит разобраться. Они сообщают в органы внутренних дел о травмах криминального характера. В данной ситуации, насколько я знаю, сам потерпевший, будем так его называть, если уж в больницу обратился, сказал, что он упал с велосипеда. То есть это бытовая травма, и по этой причине, наверное, в органы внутренних дел не сообщали. По заявлению Виктора Шохрина о покушении на его жизнь уже началась следственная проверка. Сам он, убедившись, что привлек достаточно внимания к своей персоне, вернулся в больничную палату на карете скорой помощи. Оксана Любимова, Евгений Локционов, Александр Мажаров и Иван Ледков. Шестой канал.